Всем привет! Вы смотрите проект Оренбург Культурный. Сегодня мы расскажем вам о интересном и уникальном событии нашего города в Международном образовательном форуме Евразия. Форум Евразия – площадка для общения молодежи со всего мира. Здесь обсуждаются вопросы развития образования, здравоохранения, международного сотрудничества и культурного обмена. Событие впервые состоялось в Оренбурге в 2016 году. В этот раз форум проходил с 4 по 10 сентября и объединил вместе около 1000 участников из 70 стран мира. Подготовку к Евразии в Оренбурге начали еще в апреле. Тогда организаторы прорабатывали образовательную и культурную программы, отбирали волонтерский корпус. Из 600 заявок в итоге было выбрано всего 180 кандидатов. Они стали кураторами команд участников форума и помощниками в организации. Ну а само событие в этом году началось с масштабной церемонии открытия, хедлайнером которой выступил Натан. Зато как танцуют, прием фасад, парней интересуют, сяду в инстаграм, а! Той-той, угол ее и слуха, теперь пора спешить, в багажнике пропала, прошу меня попросить. Двиги тут танцевать, это причина резкая. Слышь, и чай! Гайко, вот так! Кто послышал? Мы еще раз готовы! Давай! Слышь, и чай! Гайко, Гайко! Глаза горят, они там знакомятся, смотрят все. Мне кажется, только это говорит о том, что форум действительно яркое событие в жизни молодежи не только Оренбурга, не только Оренбургской области, но и даже не только всей страны. Он действительно по праву носит статус международного и очень надеюсь, что уровнем организации и образовательными программами ООН этот статус не то что не уронит, а даже поднимет на какую-то следующую ступеньку. Песня живет с нами поем, мой лучший друг молодой военный. Форум для тех, кто говорит и думает на русском. Так звучал главный слоган Евразии этого года. Все дискуссии велись на официальном для России языке. Из тысячи участников русские не знали только 60, и им на помощь приходили волонтеры. Так как я являюсь учителем английского и французского, для меня очень легко разговаривать с англичанами. Я нахожу общий язык, могу помочь. В общем, это прямо вот мое очень нравится. В том году у меня не было иностранца в группе, я общалась с иностранцами с других групп. В этом году у меня девушка и парень из Малайзии. Они разговаривают на английском, учат русский язык. То есть я помогаю им учить русский, они мне помогают практиковать английский. Я первый раз волонтер, но я решил уже год назад, что я буду участвовать в Евразии как волонтер. И это интересно, потому что, когда я волонтер, у меня есть много возможностей говорить с многими людьми и всеми участниками. Каждый день форума был посвящен разным вопросам. На встречах обсуждались частные проблемы профориентации молодежи и ее самоопределения. Звучали также общие темы – образование, культурное взаимодействие. Приоритетными на Евразии этого года стали диалоги о России и ее месте на международной арене. Как вы считаете, как хорошо налажен, так сказать, мозг отношений России с Азией? Если мы говорим о политических организациях, то здесь, конечно, нужно упомянуть взаимодействие России и Китая на площадке Шанхайской организации сотрудничества, на площадке БРИКС. Как раз для того, чтобы выступать в противовес Соединенным Штатам, которые заявляют определенную гегемонию на этот мир. И именно для того, чтобы общаться друг с другом на равных, партнерских, доверительных и диалоговых отношениях. Мое направление – иностранный язык, русский язык и иностранный. То есть я буду учить немного английского языка и русского языка к иностранному. Я хочу выполнять программу «Постой русского языка» для того, чтобы учить русский язык иностранный. В общем, у меня такой вопрос. Он адресуется именно всем спикерам, также и российским и зубежным. Почему у нас в Российской Федерации очень слава развитой программы международного обмена среди педагогов? Так как я взяла этот вопрос. После убийства Захаченко в последние дни в средствах массовой информации очень много говорится о возможном наступлении вооруженных сил Украины на территорию Донбасса. Скажите, пожалуйста, так как известно всем, что Россия является гарантом мира на Донбассе. Скажите, пожалуйста, а что мы, то есть наша страна, можем предпринять в случае такого исхода событий? Если до 68-го года это русские были братский народ, но после того, как они освободили, они пришли с танками, и жизнь у чехов очень сильно изменилась в лучшую сторону. В этом году парламент Чехии рассматривает вопрос о том, чтобы изыскать компенсацию с Российской Федерацией, при том, что президент поддерживает Россию, но парламент, к сожалению, нет. Скажите, пожалуйста, планируются ли у вас какие-то круглые столы? И как-то очень бы хотелось урегулировать этот вопрос, чтобы братские народы действительно были братскими. Урегулировать? Он же урегулировал. А на данный момент, буквально несколько недель назад проводился в парламенте заседание о том, что они хотят взыскать компенсацию с Россией за 68-й год, и каждый год идет напоминание о том, что русские с этим сделали. Вот ваш вопрос заключал, планируется его урегулировать. Он уже давно урегулирован в соответствующем документе, который был принят двумя сторонами, двумя новыми странами Чехии и Российской Федерации. Это произошло уже давно. Но вы совершенно правы, говоря о том, что, к сожалению, в Чехии определенные силы, политические силы, общественные силы бесконечно поднимают эту тему, возводя ее в какой-то абсолютный. Мы можем говорить о воспитании сколько угодно, но если у нас две смены работают школы, нам просто негде заниматься или негде отживать классы в уроке. То есть, может быть, в рамках каких-то программ, в рамках десятилетий детства, внести вопрос именно, все-таки выделять больше средств на строительство школы. Потому что в моем микрорайоне, где я работаю, у нас там три школы, где все переходные. Есть не только двух сменки, есть трех сменки. В некоторых регионах еще до сих пор, к сожалению, это сохранилось. Я знаю Тагестан, вы не понимаете, я знаю Тагестан, Тагестан. Сейчас нужно принимать все меры, которые помогут нам оптимально и быстро дойти до этого идеала, который мы видим в конце. Ясно, что вот так не бывает. Нам нужны четкие программы. Сейчас должен быть переходный период. Задача эта стоит. Но нужно его оптимально провести так, чтобы это как можно быстрее совершилось и комфортно, и наши дети комфортно обучаются. Сегодня я рассказала о том, что нам удалось в дисплан десятилетия детства вести семьеведение, уроки семейного счастья, что уже разработан курс, есть поддержка Министерства просвещения, что ведется работа сегодня. И в совершенствовании помощи медицинской в сфере здравоохранения, в совершенствовании методов туберкулина, диагностики. Мы сегодня говорим о воспитании. Уже запущен четкий конкретный проект, который поможет выплавить на эту систему. Мы перестали говорить некими абстракциями о том, что да, это когда-то надо. Уже будет понятно, что надо и когда надо. Данное мероприятие, данный форум является, скажем так, уникальным событием, который объединяет в себе культурные традиции, обычаи двух континентов Европы и Азии. Плюс, кроме этого, это хорошая возможность познакомиться с многими участниками из России и также из других стран, начиная, скажем так, от Северной Америки, заканчивая, наверное, Австралией. Евразия – это отличный повод пообщаться с руководством страны, обсудить реальные проблемы, встретиться, например, с губернатором. И я верю в то, что действительно здесь возможен диалог. Мне очень не нравится, что именно в СМИ и с российской стороны, и с европейской идет жесткая пропаганда, например. Лично мой опыт, у меня было достаточно плохое мнение про Америку. Но когда я приехал туда, я понял, что это не соответствует действительность вообще того, что нам говорят с экранов. Моё впечатление очень позитивное. Я встретил очень много людей из различных стран. Составляющие форума очень хорошо сбалансированы, так как упоминаются какие-то факты о правительстве, а также о бизнесе. Я думаю, что этот форум очень хорошо организован, отличные отели, мне очень нравится еда, а также энергетика людей на форуме. Для современного молодого человека, как мне кажется, даже не столько важно реализоваться по карьерной линии, сколько важно найти себя и найти способы реализовать все свои желания и стремления. И вот мы свою работу выстраиваем, стараемся выстраивать именно таким образом, чтобы эти желания и стремления молодого человека находили отклик и поддержку государства. А вы смотрели Оренбург Культурный. Оставайтесь с нами и будьте в теме интересных городских событий.